Аллахумма иннии ауду бика ан ушрика бика ва ана а'лам ва астагфирука лима ла а'лам Во имя Аллаха Милостива Милующего вся хвала принадлежит Аллаху, которому мы восхваляем и которого просим о помощи и прощении и раскаиваемся перед Ним. Мы ищем защиту у Аллаха от зла наших душ и наших дурных дел Кого Аллах ведет по прямому пути, того никто не сможет ввести в заблуждение А кого Он заблудил, того никто не наставит на прямой путь Свидетельствую, что нет никого достойного поклонения кроме одного Аллаха и нет у Него сотоварищей И свидетельствую, что Мухаммад раб Аллаха и Его посланник мир и благословение Аллаха Ему, Его семье и всем Его сподвижникам А затем Пусть Аллах сделает эту ночь благословенной для всех нас И поддержит нас в ней помощью, сопутствием и направлением к истине, правильными словами И поведет нас прямым путем Исправит все наши дела Воистину Он, слышащий мольбу, достойный нашей надежды И Его нам достаточно И Он прекрасный покровитель А затем Тема этой лекции Особенности единобожия Не секрет, что данная тема очень важна для нас и имеет большое значение Наш слух и наша душа постоянно нуждаются в том, чтобы повторять эту тему снова и снова Потому что единобожие – это основа религии, на которой она построена И это основа успеха и счастья в этом мире и в будущей жизни Это суть того, к чему призывали пророки И это суть неспосланных писаний И цель, ради которой Аллах благословен, Он и возвышен, создал творение Данная тема имеет положение и степень Которая известна каждому мусульманину Итак, тема обсуждения на этой встрече Особенности единобожия Обсуждение этой темы Будет вращаться вокруг шести особенностей единобожия И возможно, по воле Аллаха, в них собраны наиболее важные моменты Которые необходимо знать в этой благородной и великой теме Мы просим Аллаха, аз-за-ваджаль, благословить, помочь и направить нас Воистину Он, Табара Кава Тааля, всеслышащий, близкий и отвечающий на мольбы Первая из особенностей единобожия Это то, что в ней заложены исключительные качества и достоинства Единобожие выделяется великими качествами И отличается благородными достоинствами Которых очень много И это касается каждого важного дела Имеющего высокий статус в религии Аллаха Его достоинства многочисленны А что тогда сказать о самом важном деле в религии и самом великом? О единобожии Господа миров, великон и возвышен Поэтому единобожие обладают множеством исключительных качеств и разных достоинств Я быстро укажу на некоторые из этих достоинств Чтобы мы могли перейти к другой особенности единобожия Одной из исключительных особенностей единобожия И доказательством его величия Является то, что это цель, ради которой Аллах Табарака Ва Та'Аля Создал творения И сотворил их для ее выполнения Как сказал Аллах Субханаху Ва Та'Аля И я создал джиннов и людей Только для того, чтобы они поклонялись мне И как сказал Аллах Субханаху Ва Та'Аля Аллах, тот, кто сотворил семь небес и столько же земель Повеление не сходит между ними, чтобы вы знали, что Аллах способен на всякую вещь И что Аллах объемлет знанием всякую вещь Первый аят является доказательством того Что Ат-Таухиду ля Амали Единобожие действие Является целью сотворения созданий Второй аят является доказательством того Что Ат-Таухиду ля Альмий Единобожие знания Также является целью сотворения созданий Единобожие с этими двумя видами знания и действия – это то, ради чего Аллах создал творение. И этого достаточно, как указание на величие Единобожия, Его высокое положение и высоту Его степени. Также одной из исключительных особенностей Единобожия является то, что это суть Священных Писаний и суть того, к чему призывали посланники. Нет посланника, посланного Аллахом Табарака ва Та'аля, кроме как Единобожие было ядром Его призыва и сутью Его послания. И первое, с чем каждый посланник обращался к своему народу, было «Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого Бога, кроме Него». Аллах Субханаху ва Та'аля сказал «Мы отправили к каждой общине посланника, провозглашающего «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте всех ложных божеств». Также Аллах Табарака ва Та'аля сказал «Мы не послали до тебя ни одного посланника, которому не было внушено, нет божества, кроме меня, поклоняйтесь же мне». Сказал Аллах Субханаху ва Та'аля «Помяни брата Адитов, когда он предостерегал свой народ среди барханов, хотя уже были увещеватели, то есть посланники, до него и после него, говорящие «Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха». Сказал Аллах Субханаху ва Та'аля «Спроси тех посланников, которых мы отправили до тебя, сделали ли мы, помимо миловестивого, других богов, которым можно поклоняться?» Эти аяты ясно показывают, что Единобожие является сутью призыва и ядро посланий всех посланников. С таким же смыслом есть слова нашего пророка, салли Аллаху алейхи ва салям. «Мы, пророки, братья от разных матерей. Наша религия едина, но наши мамы разные. То есть наше вероубеждение одно. Мы все призываем к Единобожию Аллаха и искренности религии к Нему. Наши матери разные, то есть наши законоположения, шариаты, различаются. Как сказал Аллах Субханаху ва Та'аля, «Каждому из вас мы установили закон и путь». Также одной из исключительных особенностей Единобожия является то, что оно является ядром всех неспосланных Писаний. Вера в неспосланные Писания – это одна из основ имана и одна из основ вероубеждения. Всевышний Аллах сказал, «И говори, я уверовал в то, что Аллах неспослал из Писания». То есть во все Писания каждого посланника. От самого начала и до конца суть всех неспосланных Писаний – это Единобожия Аллаха Субханаху ва Та'аля. «Сказал Аллах Аззаваджаль, «О те, которые уверовали, веруйте в Аллаха, Его посланника и Писания, которые Он неспослал своему посланнику, и Писания, которые Он неспослал прежде. А кто не уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников и последний день, тот впал в глубокое заблуждение». И суть этих книг, которые имеют такой статус и положение, это призыв к Единобожию Аллаха Субханаху ва Та'аля и искренность религии к Нему. Аллах Аззаваджаль сказал, «Веление Аллаха придет, и не пытайтесь это ускорить. Приславен Он и превыше того, что они приобщают в сотоварищи. Он неспосылает ангелов с духом, то есть с откровением, Он неспосылает ангелов с духом по своему велению, кому пожелает, то есть благородным посланникам, кому пожелает и своих рабов. Почему? Предостерегаете тем, что нет божества, кроме меня, бойтесь же меня». Самая суть того, что есть во всех священных писаниях, неиспосланных Аллахом, это призыв к «Ля Илляха Илля Аллах», призыв к Единобожию Аллаха Табарака Ва Та'аля и искренности к Нему в религии. И одним из достоинств Единобожия является то, что оно является основой безопасности и счастья в этом мире и будущей жизни. «Нет безопасности, покоя, счастья и спокойствия, кроме как через Единобожие». Сказал Аллах Табарака Ва Та'аля, «Те, которые уверовали и не смешали свою веру с несправедливостью, то есть не смешали свое Единобожие с Магобожием, те, которые уверовали и не смешали свою веру с несправедливостью, они пребывают в безопасности и они следуют прямым путем». Также сказал Аллах Аззаваджаль, «Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них. Он непременно дарит их возможностью исповедовать их религию, которую Он одобрен для них, и Он непременно сменит их страх на безопасность. Почему? Они поклоняются Мне, не приобщая ко Мне ничего в сотоварищи». Это показывает, что Единобожие является фундаментом безопасности и фундаментом счастья в этом мире и в будущей жизни. «Исключительные особенности Единобожия и его достоинства многочисленны и разнообразны. И то, что я упомянул, будет достаточно, чтобы мы могли перейти ко второй особенности Единобожия, которая является определением Единобожия, Тавахид и его суть. Что это за Единобожие, которое имеет такой высокий статус и такое положение? Тавахид — от глагольного слова, от глагола «ваххада ювахиду тавахидан» — это основа, указывающая на уединение. Тавахид — Единобожие Аллаха, аз-за-ваджаль, это вера в Единственность Аллаха, в Его Господстве, в Его Божественности и в Его именах и атрибутах и проявлении искренней религии к Нему одному, Табара Кава Та'аля. Итак, Тавахид Аллаха — это делать Единственным Аллаха, в признании того, что Он Господь миров и Создатель всех творений, Управитель в этой вселенной, отдаёт и удерживает, поднижает и возвышает, сужает и расширяет, оживляет и умерщвляет, возвеличивает и унижает и другое. А также верить в Единство Ему имен и атрибутов, как сказал Аллах, Субхана, у Аллаха самые прекрасные имена, посему взывайте к Нему посредством их. Следовательно, нужно делать Его Единственным в прекрасных именах и высоких атрибутах и верить во всё, что пришло в Его книге и Сунни и Его пророка Сараллаху Алейхи Вассаляма из имён и атрибутов, такой верой, в которой отсутствует искажение смыслов в Тахриф, отрицание смыслов в Та'тыль, а также не придавая образа, Та'кьиф и не уподобляя Тамфиль, а также принимать тексты, содержащие атрибуты так, как они пришли, и подтверждать их так, как они переданы. А также верить в то, что Аллах, Субханаху Ата'аля, Он тот, кто действительно заслуживает поклонения, и больше никто не заслуживает поклонения, кроме Него, и делать Его единственным, Табарака Ва Та'аля, в поклонении, и быть искренним в религии к Нему, это и есть смысл, и это является словами Единобожия. Нет Единобожия без «Ля Иляха Илля Аллах». А «Ля Иляха Илля Аллах», которые являются словами Единобожия, основаны на отрицании и утверждении, отрицании всякого поклонения кому-либо, кроме Аллаха, и утверждении всех видов поклонения только одному Аллаху Табарака Ва Та'аля, будучи искренним перед Ним в религии, поклоняясь только Ему одному, и отрекаясь от Бога Божия, и избавляясь от Него. И отсюда мы узнаем, что Единобожие делится на три категории. Единобожие в господстве, Единобожие в именах и атрибутах, и Единобожие в поклонении. У каждой из этих трех категорий есть противоположность, по причине которой нарушается Единобожие. Объяснение этого будет позже другой особенностью Единобожия. Третья особенность Единобожия — это важность соблюдения Единобожия должным образом и доведения его до совершенства, и это является высокой степенью Единобожия. То есть соблюдение Единобожия и доведение его до совершенства. Чтобы тот, кто соблюдает Единобожие должным образом и совершенствует его, мог стать одним из тех, кто войдет в рай в судный день без расчета и без наказания. Как это пришло в хадисы Ибн Аббаса и других передатчиков, когда пророк Саналлаху Алейхи Васаляма упомянул, что 70 тысяч из моей общины войдут в рай без расчета и без наказания. Когда сподвижники обсуждали между собой, кто они такие, пророк Саналлаху Алейхи Васалям сказал, это те, кто не просит других лечить их руки, не верят в предзнаменовение, не лечат за прижиганием, а уповают на своего Господа. Степень соблюдения Единобожия должным образом — это великая степень. Соблюдение Единобожия должным образом — это его исполнение и доведение до совершенства, а также очищение от нечистот Мага Божия, нововведений и грехов. Ученые назвали эти три вещи препятствиями, потому что они мешают идущему по пути и замедляют его. Поэтому для того, чтобы быть тем, кто соблюдает Единобожие должным образом, необходимо перешагнуть эти препятствия и преодолеть их, чтобы сделать полноценным свое Единобожие и свою веру и быть среди тех, кто войдет в рай без расчета и без наказания. Тот, кто соблюдает Единобожие должным образом, бывает двух уровней. Первый уровень — это те, кто соблюдали Единобожие путем выполнения обязательств и оставления запретов, то есть соблюдали свое Единобожие должным образом, выполняя то, что обязал их Аллах и оставляя то, что запретил им Аллах. Людей этого уровня называют умеренными — Аль-Муктасидун. И их также называют людьми правой стороны — Ашхаб-Уль-Ямин, как это упоминается в текстах Корана и Сунны. Люди этого уровня — это те, кто выполняли религиозные обязанности ислама и избегали запрещенных действий. И кто выполнял обязательное и оставлял запретное, тот войдет в рай в судный день без расчета и наказания. И поэтому посмотри на хадис, который находится в Сахихе Муслим, хадис Джабира, да будет доволен им Аллах, относительно истории человека, который пришел к пророку, сараллаху алейхи вассаляма, и чье имя упоминается в некоторых других хадисах, что это Нуаман ибн Каукаль, да будет доволен им Аллах. Итак, он пришел к пророку, сараллаху алейхи вассаляма, и сказал, «О посланник Аллаха, скажи мне, если я буду совершать пять обязательных молитв, и считать дозволенным дозволенное, а запретным запретное, войду ли я в рай?» Он сказал, «Да». В некоторых хадисах этот сподвижник, да будет доволен им Аллах, сказал, «Я ничего не добавлю к этому, то, что является обязательным, я буду делать, а то, что запрещено, оставлю и ничего не добавлю, ни добровольное, ни рекомендуемое, ни желательное, ничего больше не буду делать. Войду ли я в рай?» Он сказал, «Да». Так что он сказал, да будет доволен им Аллах? Он сказал, «Клянусь Аллахом, я ничего не добавлю к этому». Поэтому, кто выполнял обязательное и оставлял запретное, тот войдет в рай без расчета и наказания. Такую категорию называют «умеренный» Аль-Муктасыд. Что касается того, кто делает больше, чем обязательное и оставление запретного, добавляя к этому рекомендуемые, желательные, добровольные поклонения, то это уже другой раздел, посредством которого увеличивается степень и повышается положение в раю, потому что в раю есть разные уровни. Аллах сказал, «Для всех будут ступени, соответствующие тому, что они совершали, дабы Аллах воздал им сполна за их деяния и с ними не поступить несправедливо». Рок саллаху алейхи вассаляма сказал, «Воистину обитатели рая видят обитателей покоев так же, как вы видите исчезающую яркую звезду в небе из-за превосходства между ними». Степени бывают разных уровней и положения различны. Таким образом, степень умеренной Аль-Муктасид, того, кто исповедовал Туахид должным образом, это тот, кто совершал обязательное и оставлял запретное. Выше этого уровня это те, кого называют приближенные Аль-Мукаррабун. Их также называют Ас-Сабикун и Бельхайрот, опережающими других благих делах. Они сделали больше, чем просто выполняли обязательное и воздержались от запретного, тем, что состязались в совершении дополнительных, рекомендуемых и добровольных поклонений. И они делали многое из этого. Благодаря этому они достигли более высоких уровней и возвышенных степеней в раю. Смысл этого, что соблюдение Единобожия должным образом, это доведение его до полноты и совершенства. И кто будет исповедовать Единобожие должным образом, войдет в рай без расчета и наказания. И что существует два уровня соблюдения Единобожия. Уровень умеренных и уровень опережающих других благих делах. И среди великих текстов, которых упоминаются вместе два этих уровня соблюдения Единобожия, является знаменитый хадис, известный учеными как хадис Аль-Вали, приближенный. И он также известен как хадис Аль-Улия, приближенные. Некоторые ученые назвали его так. И среди них шейху Лисам Ибн Таймия, рахимуху Аллаху Та'аля. Этот хадис, который содержится в Сахихе Аль-Бухари, Аллах Табарак Аль-Та'аля сказал, «Кто проявляет враждебность к Моему Вали, приближенному, Я объявил ему войну». Как будто сказано, кто такие Аль-Улия, приближенные. Он сказал, «Кто проявляет враждебность к Моему Вали, приближенному, Я объявил ему войну». Как будто сказано, кто такие Аль-Улия, приближенные. Сказал Всевышний Аллах, «И Мой раб не приближается ко Мне ни с чем более любимым для Меня, чем то, что Я вменил Ему в обязанность». Это уровень. Какой это уровень? Умеренные. «И Мой раб не приближается ко Мне ни с чем более любимым для Меня, чем то, что Я вменил Ему в обязанность». Таким образом, тот, кто выполняет обязательные предписания и воздерживается от запретного, является одним из приближенных Аллаха. Оставь небылицы суфистов, их тарикаты и заблуждения, которые они утверждают, помогут вам достичь уровня вали. Скорее, это обман, шарлатанство и прочее. Кто оберегал обязательства Ислама и оставлял запретное, является одним из приближенных Аллаха, одним из овлия Аллаха. «И мой раб не приближается ко мне ни с чем более любимым для Меня, чем то, что Я вменил Ему в обязанность». Есть еще вали, который находится на более высокой степени и более высоком положении, чем этот. Кто он? Он сказал, «И мой раб продолжает приближаться ко Мне, совершая дополнительные поклонения на вафель, пока я не полюблю его. Когда же я полюблю его, то стану его слухом, посредством которого он будет слышать, и его зрением, посредством которого он будет видеть, и его рукой, которой он будет хватать, и его ногой, с помощью которой он будет ходить. Если он попросит меня о чем-нибудь, я обязательно дарую ему это. А если обратиться ко мне за защитой, я обязательно защищу его». Этот хадис показывает, что угодники Аллаха, те, которые войдут в рай без расчета и наказания, бывают двух уровней. Уровень совершения обязательного и оставления запретного. И уровень состязания в дополнительном, рекомендуемом и желательном, после оберегания обязательных религиозных предписаний. Перейдем к следующей особенности единобожия. Это указание на те вещи, которые аннулируют единобожие и делают его несовершенным. У единобожия существуют аннулирующие факторы и вещи, которые уменьшают его. Аннулирующие и уменьшающие его факторы также называют вещами портящие единобожие. Есть два типа вещей, которые портят единобожие. Тип, который портит его основу, и это называется аннулирующим фактором единобожия. Другой тип, который портит его обязательное совершенство, и это то, что делает его несовершенным. Итак, у единобожия есть аннулирующие и уменьшающие его факторы, а раба требуется знать эти факторы, которые аннулируют и уменьшают единобожие, чтобы остерегаться их, узнай о злении ради зла, а чтобы защитить себя. Тот, кто не знает зла, попадает в него. Таким образом, человек узнает об этом, чтобы остерегаться их и не впасть в них. В связи с этим, Худейфа ибн Аль-Яман сказал, сподвижники и посланники Аллаха обычно спрашивали его о благе, но я спрашивал его о зле, опасаясь, что оно застанет меня. Опасаясь, что оно застанет меня. И поэтому ты находишь источники, где ученые написали о многобожии, нововведениях, больших грехах и написали отдельные книги на эти темы, чтобы они были известными и чтобы с помощью них могли остерегаться и оберегать себя и чтобы Рам Аллах осторонился их. В связи с этим было сказано, как может остерегаться тот, кто не знает, от чего остерегаться. Например, тот, кто не знает, что такое многобожие или не знает аннулирующие и уменьшающие единобожие факторы. Как можно остерегаться этих вещей, если не знать, что это такое? есть три главные вещи, которые полностью нарушают единобожие. Большое неверие Аль-Куфруль-Акбар, Большое многобожие Аширкуль-Акбар и Большое лицемерие Аль-Нифакуль-Акбар. Всевышний Аллах сказал, а кто отрицает веру, тот тщетными станут того деяния, а в последней жизни он окажется среди потерпевших убыток. Всевышний Аллах также сказал, тебе и твоим предшественникам уже было внушено, если ты станешь приобщаться товарищей, то непременно станут тщетными твои деяния, и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток. Поклоняйся же одному Аллаху и будь в числе благодарных. Всевышний Аллах также сказал, воистину лицемеры окажутся на нижайшей ступени огня. Единобожие нарушается этими тремя вещами большим неверием Аль-Куфруль-Акбар, большим лицемерием Ан-Нифакуль-Акбар и большим многобожием Аш-Ширкуль-Акбар. И все это подробно изложено и разъяснено в книгах по вероубеждению и единобожию. Что касается вещей, которые делают неполноценным единобожие, то это вещи, которые делают недостаточным обязательное полное единобожие, но не разрушают его основы. Но не разрушают его основы. Сюда входит малое неверие, также сюда входит малое многобожие и также сюда входит малое лицемерие. все эти вещи влияют на единобожие, уменьшая его, но не аннулируя его. Все эти факторы уменьшают единобожие, но не аннулируют. И также подробности всех трех типов факторов, делающих незавершенным единобожие, можно найти в книгах единобожие и вероубеждения. Давайте перейдем к пятой особенности единобожия, а это источник и место приобретения единобожия, и это очень важно. У единобожия есть один источник и которым он отличается, а это то, что оно является откровением, неспосанное Господа миров. Всевышний сказал, воистину это неспосанное от Господа миров, верный дух Джибриль сошел с ним на твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает, оно неспосанное на ясном арабском языке. Единобожие это откровение, неспосанное Господом миров, создателем творений. Тауахид это религия Аллаха, которой он доволен для своих рабов, для которой он создал их, и он недоволен другой религией, кроме нее. Всевышний Аллах сказал, от того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято, и в последней жизни он окажется среди потерпевших убыток. Аллах усовершенствовал вашу религию, довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам. Религия Аллаха это откровение, неспосанное Господом миров. Все религии, имеющиеся на этой земле, которых невозможно перечислить, все они являются религиями, которые произросли на земле. Все они произросли на земле. Поэтому вероубеждения, имеющиеся среди людей, делятся на два. Неспосланное вероубеждение и это единственное, что является истиной. И вероубеждения, появившиеся на земле, такие вероубеждения являются ложными. Всевышний сказал, или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не дозволил Аллах? Как появляется вероубеждение? Как появляется вероубеждение? разными путями. В чем причина многочисленности этих путей, посредством которых существует множество различных убеждений из-за их различного происхождения? Ты обнаружишь, что некоторые люди строят свои убеждения на основе своих мыслей и разума. Есть те, кто строят свои убеждения на основе того, что видят во сне, а некоторые строят свои убеждения на опытах. Есть те, кто строят свои убеждения основываясь на своих чувствах, а некоторые строят свои убеждения на основе сказок и историй. Ты можешь найти много различных источников среди людей, которые породили множество убеждений и различных религий. И никакая религия и вероубеждения не могут быть прямыми и правильными, за исключением религии, не способной через откровение от Господа миров. Следовательно, в методологии опровержения пророками ложных в вероубеждений среди людей, ты находишь, что они требуют от них привести доказательства на то, что Аллах узаконил это, и на это снизошло откровение от Аллаха, потому что религия исходит от Аллаха. Что касается людей, то они созданы для религии, и их единственная религия — это то, чем доволен Аллах. Поэтому пророки просили людей с их различными вероубеждениями привести доказательства. Например, посмотри на слова Юсуфа, алейхиссалям, «О, мои товарищи-патемицы, множество различных богов лучше? Или же Аллах единственный, могущественный? Помимо Него вы поклоняетесь лишь именам, которые придумали вы и ваши отцы». «Аллах мне не спасал о них никакого доказательства. Решение принимает только Аллах. Он повелел, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него. Это и есть правая вера, но большая часть людей не знает этого». В суре «Ан-Наджм» Аллах сказал, «Не видели ли вы Аллат и Ал'Уззу?» И еще третью «Манат». «Неужели у вас потомки мужского пола, а у него потомки женского пола?» Это было несправедливым распределением, то есть преступным, ложным. Это было несправедливым распределением. Они всего лишь имена, которыми нарекли их вы и ваши отцы, относительно которых Аллах не ниспосылал никакого доказательства. Относительно которых Аллах не ниспосылал никакого доказательства. Этого достаточно, чтобы опровергнуть все вероубеждения, появившиеся на земле, потому что верное и истинное вероубеждение было ниспослано Аллахом, Субхану Ху Ва Та'Аля. Источник Тауахида – откровение. Поэтому единобожники относительно своих убеждений говорят «Мы верим в то-то и то-то, потому что Всевышний Аллах сказал так-то и потому что посланник Аллаха, Салаллаху Алейхи Ва Саляма, сказал так-то». Вероубеждение заканчивается на этом определении, сказал Аллах и сказал его посланник, Салаллаху Алейхи Ва Салям. Однако из-за пренебрежительного отношения многих людей к откровению, и задействованию имя различных источников привело к различным вероучениям, разным идеологиям и многим религиям. Перейдем после этого к шестой особенности Тауахида, и она будет последней, где речь пойдет о пользе единобожия и его плодах. Где речь пойдет о пользе единобожия и его плодах. Пользам единобожия нет предела, и его плоды неисчислимы. Мы можем сформулировать по части этого всеобъемлющий принцип, что каждое благо, милость, достоинство, честь, полнота и счастье в этом мире и в будущей жизни являются результатом единобожия, его великие последствия и благословенные плоды. Все блага этого мира и будущей жизни, все они являются плодами, которые дает единобожие. И также можно сказать и об обратном. Пагубные последствия и позорный исход являются результатом противоположности единобожия, его потери, пренебрежения им и невнимания к нему. Таким образом, плоды единобожия многочисленны и неизмеримы. Нет этому предела и исчисления. И я, наверное, завершу это краткое изложение, просящая Дарова Аллаха, Господа Великого Трона, чтобы Он дал нам пользу из того, что мы узнали и увеличил наши знания и исправил все наши дела и не вверял нас самим себе даже в мгновение ока. Субтитры создавал DimaTorzok